Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Наталья Ксенчак и сегодня хочу ответить на один вопрос, который мне пришел в личное сообщение. Наталья, здравствуйте, я слежу за вами давно. Недавно задалась таким вопросом. Вы сняли информативное видео о трендах, видно, что вы хорошо в этом разбираетесь, но в то же время в ролике о своем стиле вы говорите о том, что из трендовых вещей почти ничего не носите. Как считаете, нужно ли следить за трендами, если не любите бегать за модой? Для чего тогда нужны тренды? Очень интересный вопрос, я думаю, действительно очень многих ставит в ступор мое отношение к трендам, то есть в моем гардеробе, который в принципе достаточно часто обновляется, каких-то супер-мега-модных вещей абсолютно нет, и некоторые вещи я могу носить годами, обувь я могу носить года по 3-4, а то и больше. Если говорить о том, что такое тренды и зачем они нужны, то с одной стороны это явление абсолютно непредсказуемое. Каждый сезон дизайнеры что-то придумывают и разные знаменитости, какие-то известные модные личности выхватывают какие-то идеи и несут их в массы. Это такой процесс, который, конечно, иногда он бывает регулируемый, как вот я, например, знаю, в 2015 году примерно в моду вошли мужские бороды и, можно сказать, этот тренд был проспонсирован некой компанией, которая занималась производством шампуней для бородок. То же самое, например, случилось в начале 20 века, когда женщины не брили себе ни подмышки, ни руки, ни ноги. И компания Жилет, которая выпускала станки бритвенные для мужчин, решила вот такой тренд запустить и всячески уговаривает женщин брить подмышки, говорить, что это очень стильно, красиво и что ваш мужчина будет без ума. Но все-таки в большинстве случаев тренды они появляются достаточно спонтанно и их появление это отражение феномена самой моды, постоянная сменяемость, постоянные новинки и можно сказать, что тренды бывают макро уровня, на вроде того, какая, например, посадка у брюк на линии талии природной, чуть ниже или чуть выше, какой длины будут брюки или юбки, какую обувь мы будем носить, например, да, у нас недавно с вами исчезли каблуки, мы с вами стали носить спортивную обувь. С другой стороны, есть микротренды, которые обновляются каждый сезон, особенно это видно в сезоне весна-лето у нас в России, потому что такой сезон, где можно разгуляться в плане одежды, зимой все-таки нужно что-то более теплое, удобное. Так вот, что касается моего отношения к трендам, именно к макротрендам я, конечно, отношусь с уважением и как, в принципе, члены общества, а мода это явление общества всего, я не могу их игнорировать. Например, в моем гардеробе большое количество одежды из секонда, это обусловлено трендом заинтересованностью людей в секонд-хендах, в экологичном отношении, то есть мой гардероб, он подхватил вот именно этот тренд. У меня, например, есть спортивная обувь, которую я, правда, купила не так давно, то есть я подхватила макротренд на спортивную удобную обувь, и каблуки практически не ношу. Но вот что касается именно микротрендов, таких трендов однодневок, каких-то новинок, которые буквально одно лето будут актуальны, я стараюсь их избегать. Сходит это по нескольким причинам. Во-первых, то, что это требует достаточно больших вложений денежных, во-вторых, очень часто это вещи, которые не вписываются в остальной мой гардероб. В-третьих, микротренды зачастую самые жутко неудобные. Например, вспомнить, как несколько лет назад у нас с вами была в моде прозрачная обувь из пластика. Мне кажется, это вообще неудобно, нефункционально. Ладно, она прозрачная, но там все потеет ужасно, и вот таких вот каких-то трендов совершенно несуразных, их достаточно много, выпускается чуть ли не каждый год. Ну и в-четвертых, когда вы покупаете что-то ультра-трендовое, уже на следующий год носите это моветон. По правилам, так скажем, хорошего тона, если вы покупаете трендовую вещь, то должны ее носить только вот в пик ее популярности, а потом уже убирать куда-то. И я вот всегда задумываюсь, а куда люди, которые покупают ультра-трендовые вещи, их потом девают. Таким образом, вот ваш вопрос, Инна, был в том, что нужно ли следить за трендами. Я считаю, что следить за макро-трендами, следить за тем, куда движется общество, и чтобы быть как-то вот в курсе того, что происходит, конечно, нужно. Хоть хотите вы того или нет, но вы будете и так замешаны вот в этом круговороте макро-трендов, если вы хотя бы периодически обновляете свой гардероб, хотя бы там раз в три года примерно. Но если у вас есть силы, деньги, возможности покупать какие-то ультра-трендовые вещи для того, чтобы носить их буквально один сезон, ну окей, почему бы нет. Но вообще я всегда говорю, что если вы намерены создавать действительно свой стиль, действительно гардероб, который будет подходить именно вам, то обязательно ориентируйтесь только на свое мнение, только на то, что нравится именно вам. И рассматривайте даже ультрамодные вещи только с той позиции, что нравится ли это вам, идет ли это вам, и вписывается ли это в вашу философию. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Ну а вы, дорогие зрители, пишите свои вопросы в комментариях под этим видео, если у вас они есть. С вами была Наталья Ксенчак, всем до встречи и пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова